Заразумело, что такая фотография круто выкоррестовывается в рекламе, потому что это с оправды по иншей абсолютно поводу. Я так думаю, что это было, конечно, не на человеке, но на манекене. И вы одразу видите все джинсы, с переда и сзади. Прекрасная манекенка. Окей. Господи, что после этой лекции у вас будет вилизарный набор инструментов. Как назывались вам? Все заработали в клинику. Бесплатно. Это, кажется, не так дорого. Я просто раз в 3 месяца рублю фотографию. Это что-то 7 рублевка. Вот такое. Можно, в принципе, попросить безымянные, за 7 рублевым разрукуют. В компьютере шмат. Рук, ног и так далее. Ну, давайте. Давайте перейдем до более радикальных, для каких есть пахс часу. Я думаю, что каждый из вас больше Google Street View. Конечно же. И бач на Беларуси это Яндекс. Потому что у нас Google нет. Но, в принципе, это не важно, потому что материал-то есть. И есть уже великая только армия фотографов, которые заработали себе карьеры над тем, что они працуют с Google, с теми воявами, которые там есть. Один из них это Джон Рафман. Проект, который называется «8 вачей». Чем он так называется? В камере. В камере 8 объективов. Абсолютно. И вот так она выглядит. Красота. Что робит Джон? Он просто безвылазно в Андроэ по свете с допомогой. Google Street View. И вот тут начинается для меня с пробой отказа на пытание штукой фотография. Когда мы начнем анализовать, я кузник этой фото с дымом. Ехала машина. Сверху стояла камера с 8 объективами. И Кая робила, конечно же, видать, это называется видео, стрим-видео, потому что оно все сканирует. После это было закачано, можно сказать, в плоскую вояву, в сервис Google Street View. После человек, который, видать, называется фотографом, сел за компьютер и натислил кнопочку «Принят скрин». Какие шляпы прошли? Когда вы глядите на нее? Визуально у вас возникает питание, это фотография или не фотография? Нет. Возникает? Чему? Важно что-то. Один и той же дядь, который… Махчим, а махчим они? Махчим один и той же дядь. Так а чему это не фотография? Ну, фотография, она не такая. Не такая. Она такая. Другая. И в этом вся помогутность фотографий. Вот это фотография уже настоящая. Такая. Это уже такая фотография, а так она не такая. Тут я погоджусь, потому что есть эмоциональная думка, из-за которой мне живется тяжко, потому что свет в интернете больше реальный, чем свет, который мы бачим перед собой. Вот такие фотографии вам показывают, что это правда. Потому что мы в интернете можем бачить такую реальность, про которую мы просто николь не могли придумать. Надо придумать. И мы николь ее не бачим в окно. Вот это эмоция. И при этом это будет соправная реальность. Махчим там и есть, да, интернет-залежные люди, какие-то не вылазят. И вот зараз додастся всем доступная 3D, да, вот эта 3D реальность, в которой можно там ходить, летать и прыгать, и все. Это прикол такой был? Это не прикол, это едет машина. Нет, понятно. Я думаю, что это просто Мексика, альбо Америка, это просто працуют проститутки. Вот и все. И на великой колькости фотографий есть вот такие дивные моменты, как тут, да, просто 60-е. Что рубит этот человек? Чему на голову? У меня иншая питания. Что там рубит, да, в угол мобиль. И где он там едет? Вот это бы там… Это же повеличение. Это трошки повеличение, конечно. Но надо было куда-то там по пляжику проехаться. Ну, он должен. Да? Там дороги-то нет. А он же а то и фотограф повеличивает. Тот человек, который сидит перед компьютером, да. Бачите, и мы бачим, что у Невельми, что мы бачим, что фотограф Джофф Роффман ведает великую колькость разных визуальных умов. Потому что это, конечно, 60-е, 70-е, да, первые… Кольер – первые фотографии кольеровал. Максима грузит труп. Альбов для возразведения. Но нет, не труп. Это, видите, моя была такая версия, что это труп. Я всем рассказывал. Труп, труп, все смеялись. Ну да, конечно. А последний мне студент показал. Ну как же труп? Видите, вы бутилька с пивом. Труп. 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 Готово фотография. А в процессе спокойная, расслабленная. Разве это? Детки убирают. Зновы вертаемся на гендерный. А вот это, да, это специально. И если наступный фотограф, я вам покажу, оказывается, есть целое движение людей. Одни показывают факт, другие показывают не факт, что там есть. Гугл-мобиль. Неким человеком там реагует на капиталистичное вмешательство, выражение всего приватного. Они выказывают свой протест. Он едет, а они все. Вот так. И есть такие проекты, я вам покажу, которые в Google Street Fit шукают миноветы вот этих людей и их рамазянскую позицию. Боится. Что они там удачат? А-а-а. 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 А-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а. 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 А технологию Гугла мы распознаем их людей, но тут не человек. И это, ну да, потому что мы очень велики, я не веду. Потому что, вот это для меня, сочеркавшее питание. Потому что, в принципе, ну, может, голова тоже ски великоватая, но вот так. Простите за человека. Гляньте, какая романтика, просто красота, да. А вот попробуйте такую фотографию сделать. Вот возьмите фотоаппарат, повторите. Нет. Поэзия. Вот, конечно. Улица Бобруйская. Но я думаю, что все-таки не наша Бобруйская. А в соседнем королевстве есть такая Бобруйская, и там калаши продают на улице. Так самое, да, такая просто поведение. И в Калини-Бомлясе уже есть вот сайт, на который выкладывают люди агрессия и сброя. И там можно пошукать просто по городах и по краинах, где вот на Google Street View вы бачите людей со сброя. Дэвид Линч просто в чистом виде. Абсолютно. И что это значит? Это значит только одно, что фотограф, который сидит за компьютером, ведая все эти визуальные мобы, ведая все эти подходы, их шукает там и показывает там. Конечно, что не Google Street View. Это так само мое питание, да? Что, что робить в Google мобиле на стадионе? Как он работает? И я уже казал на початку, мне верно добавятся проекты фотографичные и фотографы, где вы можете чуть-чуть час. Вот тут фантастичный час, да? Потому что тут сфотографованы люди, в каких замазаны все твары. Обезличенные абсолютно. И это вот, это конечно наша реальность. Что вы фотографируете человека и затираете его тварь, потому что у вас нема юридичной мощности показательного человека. Это очень круто.